Им этого никогда не простят, что американцы творили во Вьетнаме. Им этого никогда не простят, что американцы творили во Вьетнаме. 8 часов 7 февраля 2020 года, обновлено. 8.4.7 февраля 2020 года, РИА Новости. Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев. РИА Новости, Москва, 7 фифрия новости, Николай Протопопов. Ковровые бомбардировки, напалм, химическое оружие и миллионы жертв. Вьетнамская война считается одной из самых кровопролитных в 20 веке. Ровно 55 лет назад, 7 февраля 1965 года, воздушная операция «Пылающее копье» положила начало прямому военному вмешательству США в гражданский конфликт во Вьетнаме. После этого воздушные атаки не прекращались на протяжении трех лет. Множество городов и деревень были сожжены, уничтожены важные объекты инфраструктуры, погибли сотни тысяч мирных жителей. Разжигание войны. Формальным поводом для интервенции считается вооруженный инцидент в Тонкинском заливе, когда торпедные катера атаковали эсминец ВМС США Мэддокс, выполнявший задачу по радиоэлектронной разведке. К этому моменту в регионе сложилась довольно сложная обстановка. Влияние Северного Вьетнама усиливалось с каждым днем. Правительство Южан, напротив, теряло доверие населения. Американцы, не желая допустить распространения коммунистических настроений в Юго-Восточной Азии, значительно усилили военное присутствие и были готовы вмешаться в конфликт. Через несколько дней после Тонкинского инцидента Конгресс разрешил президенту использовать армию для нанесения ударов по объектам Демократической Республики Вьетнам. 27 июня 2017 года, 18-28. Был бы повод. Какие предлоги США использовали для развязывания войн? Вьетн-Канговцы вели ожесточенную партизанскую войну с Югом, периодически совершая вылазки и против американцев. Так, в ноябре 1964 мощному минометному обстрелу подверглась Бьенхоа, одна из крупнейших авиабаз США. Партизаны полностью уничтожили несколько бомбардировщиков, повредили около десятка самолетов и вертолетов. Более 70 американских военнослужащих получили ранения, 8 погибли. Пентагон приступил к подготовке ударов возмездия. Пока разрабатывали операцию под кодовым названием «Флэйминг Дарт», «Пылающее копье», вьетн-Канговцы провели еще одну акцию, атаковав отель в Сайгоне, где американские военные советники праздновали Рождество. Смертник подорвал 100-килограммовую бомбу и погибли несколько офицеров США. РИА новости, война во Вьетнаме. Полномасштабное военное вмешательство США. Расправа. РИА новости, война во Вьетнаме. Полномасштабное военное вмешательство США. Расправа в феврале 1965-го флоты ВВС США нанесли мощные удары по Вьет-Канговцам. К операции привлекли палубные штурмовики авианосца USS Hancock, а также самолеты армии Южного Вьетнама. Северный Вьетнам отреагировал очередной диверсией, обстреляв из минометов авиабазу Дананг. Американские бомбардировки продолжились. За несколько дней самолеты ВВС США и Южного Вьетнама совершили около 150 боевых вылетов. Однако добиться поставленной цели деэскалации конфликта Вашингтону не удалось. Бомбовые удары лишь подлили масла в огонь. Море Напалма. В начале марта 1965-го стартовала бомбардировочная кампания Rolling Thunder. Раскаты грома – серия воздушных рейдов по особо важным объектам Вьет-Конга. Операция растянулась на три года и стала крупнейшей для США со времен Второй мировой. Раскаты грома приобрели печальную известность из-за сознательного уничтожения мирного населения, бомбардировок городов и деревень, гражданской инфраструктуры мостов, железных и автомобильных дорог. Американские летчики специально сжигали рисовые поля, чтобы вызвать неурожай и голод. По разным оценкам, под бомбами погибли от 50 до 180 тысяч вьетнамцев. 19 мая 2018, 8 часов. За нами все горит. Самые страшные массированные бомбардировки Хахавека. Жестокая философия раскатов грома и желания нанести как можно больше, а ущерб стране подтверждается и высказываниями некоторых американских военачальников. Например, генерал Кертис Лемей, один из ярых сторонников массированных бомбардировок, выразился так, мы вбомбим их в каменный век с воздуха и суши без проведения наземной операции. Американцы не жалели бомб на Вьетнам, сбросили почти 7 миллионов тонн различных боеприпасов. Высокоточного оружия еще не было и в помине, поэтому практиковались так называемые ковровые бомбардировки, выжигавшие десятки гектаров земли. Кроме того, широко применялся напалм. На вьетнамцев вылили 500 тысяч тонн липкой и тягучей смеси бензина и загустителей. РИА Новости Американские военные и жительницы одной из сожженных солдатами США вьетнамских деревень. РИА Новости Американские военные и жительницы одной из сожженных солдатами США вьетнамских деревень. Хотя напалм предназначался для партизан, информация о том, что в том или ином населенном пункте находятся бойцы-вьетконговцы, часто не проверялась. Деревни сжигали целиком, вместе с жителями. Особо стоит отметить химическое оружие, которым обрабатывали джунгли, чтобы выявить партизан. Ущерб был колоссальный. Например, распыленный над лесом дефолиант. Агент Ориндж Напрочь лишал растительность листвы. Диоксин, содержащийся в этом веществе, вызывал у людей генетические мутации. Последствия применения химического оружия ощущаются во Вьетнаме до сих пор. Дети рождаются с серьезными патологиями. Борьба с налетчиками С началом массированных бомбардировок на помощь северным вьетнамцам пришли СССР и Китай. Система ПВО и до этого состояла в основном из советской техники. Но Вьетнаму критически не хватало современных скоростных истребителей для противостояния американским бомбардировщикам и штурмовикам. Советский Союз наладил поставки МиГ-17. В последующие годы именно эти машины доставили больше всего неприятностей авиации США. 1 февраля – 8 часов. Кость в горле. Почему американцы надолго запомнили советский МиГ-17? Подготовленные советскими специалистами вьетнамские летчики-истребители сбили около 150 самолетов противника. МиГ-17, хоть и уступали по некоторым показателям американским конкурентам, были просты в управлении, надежны и маневренны. Позже вьетнамские пилоты освоили еще более современный МиГ-21. Эти истребители были вооружены 30-мм пушкой и двумя управляемыми ракетами с тепловой головкой самонаведения. РИА Новости, К. Куличенко, истребители МиГ-21. РИА Новости, К. Куличенко, истребители МиГ-21. Потери вьетнамцев в воздушных боях тоже исчислялись десятками машин, но американцам все же пришлось пересмотреть тактику бомбардировок. Они уже не могли безнаказанно летать без прикрытия и ударные группы обязательно сопровождали истребители. Вьетнамцы же учились на своих ошибках и, с помощью информации, полученной от пленных американских летчиков, разрабатывали новые методы противодействия авиации США. С земли американских летчиков тревожили зенитные средства советского производства. СССР поставил во Вьетнам около сотни ЗРК СА-75М и тысячи зенитных ракет к ним, 57-мм зенитный артиллерийский комплекс АЭС-60 и зенитные пулеметные установки. За годы войны с помощью советского оружия и специалистов вьетнамцы сбили порядка 3,5 тысячи американских самолетов и вертолетов. В 1968-м правительство США согласилось на переговоры о мирному регулировании вьетнамской проблемы.